Темой, которая называется «Призван благословлять, а не впечатлять». Вы знаете, что часто то, что мы делаем, иногда мы это делаем из-за того, чтобы впечатлять. И если иногда подумать дальше, часто кое-что мы не делаем, тоже по этой же причине, потому что нам хочется впечатлять, а не получается. И поэтому мы не делаем. И сегодня я хочу прочитать вам одно местописание 2 Коринфянам 9 глава с 11 по 12 стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас, через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». Итак, друзья, призван благословлять, а не впечатлять, сегодня речь пойдет о гостеприимстве. Именно об этом хочется поговорить перед нашими праздниками. Я верю, что христиане, мы призваны праздновать праздники по-другому. И главная мысль, которую я хочу подчеркнуть по-другому, это, что мы призваны праздновать праздники не только для себя, и не только ради себя и ради своего дома, но мы должны идти и видеть дальше. Наше призвание устраивать и дарить праздник другим людям, которые находятся вокруг нас, немножко дальше, за пределами нашего дома. В этом стихе, которым я только что прочитал, написано, что Бог силен обогатить и дать нам всякое довольство. Хочу обратиться вначале ко тем людям, которые сегодня честно могут признать, что они недовольны чем-то, недовольны кем-то. И Библия дает нам ответ, что Бог может дать нам всякое довольство, то есть Бог может сделать, дать довольство, что ты будешь счастливый, довольный. И секрет успеха заключается в том, что написано в этом же стихе, «Иди и сделай доброе дело, делай добро». Ибо написано, через это дело, во-первых, ты сам успокоишься, обогатишься довольством, а второе, через твою щедрость, через твои дела, других сделаешь довольными. И так как мы приближаемся к Дню Благодарения, я люблю этот праздник в Америке, «Thanksgiving», написано в Библии, что это через тебя, через твои дела, через твои действия, другие люди будут давать благодарность Богу, воздавать благодарность Богу. И мы в этом можем играть какую-то роль, как люди. И когда мы говорим о праздниках, то в нашей церкви в прошлом году, я хотел бы, чтобы это стало нашей традицией на все года, чтобы мы делали такой проект, который мы называем «Прими ангела». Это значит «Прими в свой дом человека, которого, возможно, ты не знаешь, бедного, несчастного, кто нуждается во внимании, в помощи». И Библия пишет, что так делали люди, в Библии об этом пишется, и они даже не знали, что они приняли в свой дом ангелов. Поэтому наша задача, я хотел бы, чтобы это было культурой церкви «Живой поток». Вот знаете, чтобы это была в каждой стране есть культура, чтобы в церкви «Живой поток» это была наша культура, core value, чтобы мы были гостеприимными людьми, чтобы мы, когда приближаются праздники, вы не беспокоитесь за вашу семью и за ваш дом, вы сможете собраться с вашей семьей в кругу только вашей семьи и быть только с вашими детьми один день. А что делать с остальными двумя и тремя днями? Если выходной у нас, Thanksgiving, четыре дня. Вот почему и мы говорим сегодня о том, что да, можно, и с семьей нужно, но давайте будем делать дальше, будем думать больше, глубже о других людям, дарить праздник другим людям. Поэтому хочется, чтобы когда вас будут приглашать в гости, чтобы вы извинялись и говорили, простите, меня уже пригласили. Вас приглашают другие, а вы говорите, простите, меня уже двое людей пригласило в гости. Особенно хочется, чтобы это почувствовали, эту любовь и заботу, те люди, которые недавно приехали в нашу семью и в нашу церковь, «Живой поток». Люди, которые не часто ходят в церковь, которые, может быть, вообще не церковные люди, которые, может быть, вообще не ходят в церковь, их тоже можно легально приглашать и дарить им любовь и внимание. И тогда вы увидите, что ваше довольство, ваше внутреннее удовлетворение и счастье, оно будет настоящим. Я верю, что наше призвание не только так делать, но научить так наших детей, чтобы и они жили по этому принципу. Вы, я думаю, все помните мой девиз, мой любимый стих из Библии, «Христос за всех умер, чтобы люди не для себя жили». Христос умер для того, чтобы люди не только для себя жили. Христос умер, чтобы люди не только ради себя устраивали праздники. Представьте себе, сколько внимания уходит на то, чтобы устроить праздник. Thanksgiving, Christmas, Новый год, вся энергия, все переживания приготовить, собраться, украсить и все. А представьте себе, эту всю энергию направить чуть в другое направление. Да, мы сделаем праздник и себе, но сделаем праздник и другим. И вот это и будет настоящим праздником. Второе, Римлянам, 12 глава, с 12 стиха написано вот что. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о гостеприимстве». Смотрите, какие перечисляются духовные вещи. Значит, написано «Утешайтесь надеждою, будьте терпеливы, молите постоянно, принимайте участие в нуждах людей». И дальше в этой же строчке или в этом же стихе на одном же уровне идет речь о гостеприимстве. В английской Библии написано «Be eager to practice hospitality». То есть, очень сильно желайте, чтобы практиковаться или упражняться в гостеприимстве. Этого нужно сильно желать или хотеть. И очень интересно, что на эту же тему гостеприимства еще есть одно интересное место из Библии, 1 Петра 4.9, где написано «Будьте страннолюбивы или гостеприимны друг к другу без ропота». Вы знаете, что в Библии много написано на тему ропот. Это complaining, когда мы недовольны. Но интересно, что почему-то вот здесь вот, когда идет речь о гостеприимстве, то ропот идет в одной категории, в одной строчке, в одном стихе. Как вы думаете, не случайно ли это там написано? Если бы вам сегодня я пригласил гостей к вам домой, просто не потому, что вы решили, а потому, что я увидел нужду и решил, что вы готовы на нее ответить. И пригласил к вам домой гостей. Сказать, вот послужите. Вы же люди веры, люди служения. Мы же не просто номинальные христиане. Мы готовы людям давать служить добром. И вот здесь вот сразу проявляется наша реакция. Можно еще задать вопрос. Мы люди вроде бы добрые. Мы люди вроде бы других людей любим. Но когда последний раз в вашем доме были гости, кроме родственников? За год, за полгода. Кроме близких друзей и родственников. Хочется просто с любовью сказать каждому, кто находится здесь и смотрит нас онлайн. Мы люди очень много живем для себя. Очень много. Очень профессионально. Очень стабильно живем для себя. И сколько Бог даст мне жизни. Я всегда хочу выступать против этого. Чтобы мы не жили для себя. Чтобы мы не привыкали жить для себя. Чтобы мы шли против течения. Живая рыба идет против течения. А течение, оно более так стабильно, стабильно для себя. И все вокруг себя. Дом мой, моя крепость. И все, что в доме моем. Я живу для дома. Да, это нужно. Но можно и за стены дома тоже выходить. И вы никогда не проиграете. И не жалеть об этом не будете. Если поговорить о гостеприимстве, то это также показывает или делает нам такой маленький тест или самоанализ нашей христианской жизни. Я призван благословлять, а не впечатлять. Почему люди редко замечают, занимаются таким служением или такой мыслью. Или давайте, можно еще так подумать. Приближаются праздники. Thanksgiving, Christmas и Новый год. Кто честно думал о том, вот на эти праздники. У меня четыре дня выходных. Нужно обязательно найти людей самых вот несчастных. Самых бедных. Самых вот таких непопулярных. Самых таких одиноких. У кого на лице написана неописуемая боль. Вот им просто подарю праздник. У некоторых вроде бы и не против. Но что мешает? Апартамент маленький. Дом такой маленький, невзрачненький. И снова ты призван благословлять, не впечатлять. Хочется накрыть на стол. Думаешь, ну как я позову этих людей? Мы же в Америке. Что я им на стол дам? Ты призван благословлять, не впечатлять. Я хочу помочь тебе снять кучу стресса, который Бог тебе не давал. Это все плоское, такое гордое, эгоистичное мнение, которое добавляет тебе кучу переживаний и стресса. Не могу, потому что плоть кричит, надо впечатлять. Хотя бы чуть-чуть впечатлять. А представь себе, призван благословлять. Не впечатлять, благословлять. Сразу снимается куча стресса. Сразу меняется мотив. Бог очень ценит мотив. Очень ценит мотив нашего сердца. Поэтому нам тоже важно и об этом помнить. Поэтому вот этот сезонный такой гостеприимство, хотя бы, когда у нас 4 дня выходных на Thanksgiving, 3 дня выходных на Christmas, на Новый год. Друзья, планируйте, дарите людям праздники. Служите людям. Не только со сцены здесь можно служить. Служите людям вокруг. Людям служите. И это может делать абсолютно каждый. И в этом также могут участвовать наши дети. Мы их можем тоже к этому приучать. Проверяет нас, насколько мы впечатляем или благословляем. Также проверяет наш эгоизм. Потому что намного легче жить для себя. Намного легче просто быть в своем доме и никуда не выходить за пределы своего дома. Не искать приключения на свою голову. Это также проверяет, насколько мы жадны или насколько мы щедры. Там тоже задействована щедрость и финансы, и время. И там также расшатывается наша зона комфорта. За которую тоже иногда полезно выходить. Если мы называемся настоящими христианами. Ну окей, хорошо. Приближаются праздники. Кого же приглашать? Луки 14, 12 глава. Когда устраиваешь званый обед или ужин, не приглашай одних только друзей. Правда интересно. Так вот четко, конкретненько. Так просто и по-русски, и по-английски сказано. Не приглашай только одних друзей. Или родственников. Но, это из нового перевода читаю, или братьев, или родственников, или богатых соседей. Надеясь на ответное приглашение. Надеясь на выгоду. Чтобы они воздали тебе. Но созывай людей, приглашай к себе бедных, увеченных, хромых, слепых. И благословен будешь. Ты и дом твой. Ибо у этих людей нечем тебе воздать. Нечем тебе заплатить. То есть, сделай это без абсолютно всякой выгоды. Вот тогда ты будешь переживать вот это внутреннее удовлетворение на другом уровне. И мне хочется, чтобы наша вся церковь «Живой поток» была охвачена той мыслью. Я специально делаю это за неделю, вы заметили, до Thanksgiving. У вас есть неделька спланировать. Вы все организованные люди. В нашей церкви мы стараемся вести учет всех, у кого нету родственников. Если вы не знаете, кто эти люди, обращайтесь к нам в церковную администрацию. Мы вам подскажем, у кого некому куда идти и с кем праздновать. Вы можете для них сделать праздник. В этом году, вы знаете, что мы стараемся замечать всех, кто приходит в нашу церковь. Первый раз около 50-49 человек в нашу церковь пришло неверующих в этом году. Не церковных людей, которые в церковь обычно не ходят. Вы их можете тоже пригласить и сделать для них праздник. И подарить для них что-то приятное. Итак, кого приглашать? Непопулярных, небедных, несчастных. У кого нету родственников. Кто, может быть, не ходит вообще в церковь, не знает Бога. Кто нуждается в помощи, в поддержке, в утешении. Вот таких людей замечайте. И сегодня прямо молись и говори. Дух Святой, я готов. Открой мне таких людей. Пошли мне таких людей навстречу. Дай мне эти имена на память. Я хочу быть полезным. Хочу быть полезным по-настоящему, Господь. Я Тебе это открываю. Тебе признаюсь. Тебе разрешаю. Напоминай мне. Говори мне. Я буду служить. И когда вы устраиваете это общение во время праздников или обед, помните, никогда не делайте это просто ради того, чтобы покушать и все. Это более такой плотской метод или цель. Кушать нам надо. Физически необходимо. Но если цель только покушать, поговорить ни о чем, или же разговор просто пустой, в этом мало, мало темы. Пользы. Когда-то папа рассказывал, что когда в Советском Союзе были гонения, и христианам не разрешали собираться вместе, молиться, делать служение. И даже на свадьбы приезжала милиция и разгоняла, если там были верующие, называли их богомолы. И вот однажды на такой свадьбе приехала милиция и сказала им, проповедовать нельзя, молиться нельзя, все нельзя. А он спрашивает, а что можно? Они говорят, можно кушать. Вот это все, что разрешает нам сегодня плоть, и эта идея, вы поняли, что тоже не от Бога. Она с другой стороны. Друзья, покушать, накушаться так, чтобы дышать было трудно. Вы знаете, что многие недоедают? В Америке тоже недоедают, потому что не могут доесть. Какая же цель или смысл в этом? Ведь мы должны идти намного дальше и глубже. Поэтому пару таких практических советов, что мы можем делать в общении, именно общаясь с людьми, которых мы приглашаем и с которыми мы общаемся. Первое, правило номер один, не только покушать. Никогда не соглашайтесь на это общение. Всегда заранее думайте, какую тему, какое у вас будет общение, где будет польза и назидание. Соберите ваших детей, дайте им тоже внимание, время. Пусть они что-то скажут, что-то споют. Пусть они тоже поучаствуют в вашей программе. И потом пусть бегают, играют. Задействуйте все максимально. Но кто-то должен взять на себя инициативу и об этом подумать. Дальше, во время вашего общения, никогда не обсуждать и не сплетничать. Пусть среди вас будут смелые люди, которые скажут, у нас дома, у нас за столом, у нас здесь праздник. Мы не сплетничаем, мы никого не обсуждаем. Дальше, задавайте правильный тон, тему. В дискуссии участвуют все, в конце молитва обязательно. И поверьте, некоторые люди не захотят даже уходить после вашего общения. Настолько им будет это приятно и для духа, и для души, и для тела. Вы знаете, почему одинокие люди или люди, которые живут стабильно для себя, как я сказал, у которых гости бывают крайне редко, почему иногда они заводят собачек? В Америке это очень популярно. Я вам отвечу очень просто. Потому что человек призван, устроен, заложен так, чтобы кому-то отдавать, вкладывать и с кем-то общаться. Если человек одинокий или если он живет стабильно для себя, то иногда он заводит собачку для того, чтобы хотя бы в кого-то вкладывать, хотя бы за кого-то заботиться и хотя бы с собачкой общаться. Но я хочу показать вам немножко уровень глубже и больше, в кого мы можем вкладывать, с кем можем общаться и кому мы можем дарить любовь. Если вы новый человек в нашем городе, в нашей церкви, и вы уже года два обижаетесь, что вас никто не приглашает, у меня для вас есть выход. Вы готовы? Начни сам приглашать. Так приглашать, чтобы ты забыл, что тебя никто не приглашает. Ты настолько поглощен в то, чтобы замечать людей, кому ты можешь послужить, замечать тех, кому ты можешь сделать, что ты забудешь, что тебе уже давно не делали. Другой вариант. Вот эта обида, это яд, он тебя просто разрушит до основания, что тебя никто еще не позвал. Написано в Библии очень просто. Хочешь быть дружелюбным, хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. И это всегда будет для нас полезно. Иногда, друзья, одно местописание читаю. Луки 19, 5. Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме. Так сказал Иисус Христос. Интересное местописание. Представьте себе, что на место Закхея оказались вы. Лена, Таня, сегодня мне надо быть у тебя дома. Сегодня? Может, мы созвонимся? Сегодня? Может, мы спланируем? Нет, сегодня. Но мы в церкви встретимся? Нет, нет, дома. Дома? Да, у тебя дома. Интересно, Иисус. Ты, наверное, шутишь. У нас в Америке предупреждают. Правда? Праздник, не праздник, у нас без звонка не приходят. А тут Христос так раз встретил. Вроде бы. Иисус, я тебя искал. Иисус, я тебя так хотел видеть. Иисус, я в церковь пришел. Иисус, я тебя славлю. Иисус, я вообще весь для тебя. Я тебя уважаю. Я на дерево залез. Я на конференцию поехал. Я утром встал, пришел в церковь. Иисус, я тебя ищу. Нашел. А теперь пошли к тебе домой. Домой? Ко мне? Я предпочитаю в церкви встречаться. Нет, 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 нет. Мы пойдем домой. К тебе. Потому что дома ты настоящий. Иисус, ты шутишь. Нет, нет. Мы пойдем домой именно туда, где твоя зона комфорта. Именно туда, где ты настоящий. Именно туда, где ты говоришь, что ты готов служить. И мы пойдем сегодня, потому что ты же готов. Правда, служить? Когда нужда приходит. Ну, если это ты, Иисус, по-настоящему, и ты не шутишь, то ладно. А Иисус сказал по этой теме вот что. Любого, ближнего, которого ты примешь во имя Мое и напоишь его чашкой воды. Представляете, такой праздник. Пригласил и так стакан воды на стол. Но мотив внутри. Ради меня кто-то это сделал. Для меня все равно, что меня принял. Об этом точно написано в Библии. Вы можете не сомневаться. Матфея, 25 глава. Вот на какой уровень Иисус Христос ставит вот это наше отношение к другим людям. И сегодня на место Закхея напиши туда свое имя. Иван Степан, сегодня мне надо быть у тебя дома. Сегодня. И именно там дома мы поговорим о других некоторых вещах. Дальше, помните, Иисус еще дал пару советов. Но там, глубже дома, когда мы пускаем, открываем сердце, дверь своего дома, там что-то по-другому вскрывается. И мы меняемся в лучшую сторону. А когда мой дом это моя крепость, когда там все закрыто, Иисус стучит. А мы говорим, встретимся в церкви. Здесь тоже можно встречаться. Но почему-то он иногда вот такую методику пользовал. Нет, дома. Там, внутри, в сердце. И когда пустишь, откроешь, я там тебе еще что-то скажу важное, полезное. Еще откроешь, пустишь еще глубже, еще тебе что-то скажу. Главное, насколько ты готов открывать свое сердце и свои двери. Вы знаете, что это хорошо и правильно стремиться к тому, чтобы в доме была идеальная чистота и чтобы в доме был накрытый стол. Но нельзя, чтобы это стремление лишило тебя возможности служить. Вот это можно записать. Или хотя бы запомнить. Нормально стремиться к тому, чтобы в доме был порядок и чтобы стол был накрыт. Но нельзя, никогда не соглашайся с тем, чтобы это стремление тебя лишило возможностей служить. Оно лишает, часто лишает нас таких возможностей. Наташа Мурза, помните, однажды она у нас была на женской конференции, рассказывала, что когда началась война в Украине, к ним приехало домой 12 беженцев. И они у них жили дома несколько недель или месяцев, не помню. Представьте себе, чтобы к вам так приехали. И вот наше христианство так раз и написано там, все без ропота. Не случайно, правда? Вот хочется, чтобы мы были людьми открытого сердца, открытой двери, открытого дома. Хотел бы, чтобы так выросли и были такими мои дети. И когда вот приближается Рождество, друзья, вы помните, что на Рождество именно, на Крисмас, это тоже праздники, к которым нужно готовиться. Я вот всю церковь пытаюсь приготовить, как мы можем готовиться к праздникам. Вы помните, что Иисус Христос тоже искал дом, но ни в один дом его не приняли. И мы читаем эту историю и так удивляемся, какие люди были. Какие люди были раньше? Иисус приходил, стучал, не принимали. А какие люди сегодня? Сколько раз у вас в году были чужие, бедные, хромые, такие непопулярные? Сколько раз в году? Вот мы имеем ответ, какие люди были и какие люди есть. А написано в Библии, что чем дальше, тем люди будут хуже. Поэтому нам важно идти не в этом направлении. И вы знаете, что мне так кажется, Иисуса Христа это настолько впечатлило. Вот это отношение людей, такого христианства, такой религиозности, что мы все такие важные и святые, но мы живем стабильно для себя. Что Иисус Христос, Новый Завет, пропитан 11 раз, написано в Новом Завете о гостеприимстве. 11 раз, где написано, что кого вы примете во имя Мое, дадите просто покушать, одеться и напоите, вы это сделали ради меня. Поэтому каждый раз, когда приходит Крисмас, всегда вспоминайте это. Thanksgiving и прочее, тоже помните об этом. Потому что мы, христиане, должны быть людьми открытой двери, открытой руки и открытого сердца. Пусть Бог благословит каждого из вас, друзья. Написано евреям, 13 глава. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы, благоугодны Богу. Библия называет это жертвы. Да, это жертвы. Общение, вот это все приготовление, это жертвы, но это Богу угодно. Поэтому уже с завтрашнего дня вы можете начинать планировать проект под названием «Прими ангела» в свой дом и вы будете благословенны, творите добро и рассказывайте другим, как можно праздновать праздники, что делать, когда много выходных. Дарите людям праздник и будьте благословенны. Церковь «Живой поток» все дружно скажем Аминь. Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok